Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Сегодня у меня в работе опять автомобиль Lancer 9, на который я сегодня установил сигнализацию Starline A63. Видео по установке сигнализации Starline A63 на автомобиль Lancer 9 на моем канале уже выходило ранее. Кто не успел можете зайти посмотреть. В сегодняшнем видео я покажу процесс настройки сигнализации с помощью программатора, который будет подключаться к антенному разъему сигнализации. С помощью программы Starline Master и этого программатора буду настраивать сегодняшнюю сигнализацию Starline A63. У Starline имеется еще Bluetooth программатор. У меня теперь в наличии имеется два программатора для программирования сигнализаций Starline шестого поколения. Программаторы упрощают процесс программирования и настройки сигнализации. Этот программатор мне подарил киевский представитель фирмы Starline Руслан, за что ему большое спасибо. Вот этот программатор мне пришлось купить. Итак, сегодня будем настраивать сигнализацию с помощью вот этого программатора, который будет подключаться к антенному разъему сигнализации. Сейчас на схеме хочу вам показать, какие я каналы использовал и после этого приступим к программированию настройки сигнализации. Друзья, советую вам заглянуть на один автомобильный YouTube канал под названием Шутка. Там вы найдете интересные тест-драйвы и обзоры как новинок автопрома, так и вторички, еженедельные выпуски новостей из автомобильного мира, советы по ремонту авто и выбору качественных запчастей. А самое интересное, это тюнинг и обслуживание отечественных автомобилей. Звездой канала является вишневая 2107, которой была доработана подвеска, тормоза, рулевое управление, установлено сочное литье с низкопрофильной резиной, произведен тюнинг салона, дополнительный свет, кресло из алькантары и кожи, камера заднего вида и многое другое. Только здесь вы узнаете, как сделать вас иномаркой. Переходите по ссылке в описании и передавайте привет от канала Автоэлектрик Сергей Зайцев. Итак, друзья, вот таблица программирования данной сигнализации. Галочками я отметил те пункты, которые мне необходимо запрограммировать, перепрограммировать. По пунктам пойдем. Черный провод с красной полосой сигнализации идет как блокировка двигателя. И заводская его установка нормально замкнутые контакты. В данном автомобиле была ранее установлена сигнализация и в реле блокировки были задействованы нормально разомкнутые контакты. Поэтому вот этот пункт мне необходимо перепрограммировать на нормально разомкнутые контакты. Следующий пункт, галочка ЦЗ закрыть и ЦЗ открыть. Здесь заводские установки, я их менять не буду. Сигнализация предусматривает также вариант силового управления электрозамками, вот этот разъем. Но я решил его на электрозамки не использовать, а задействовать слаботочные контакты. Поэтому поставил галочки на тех проводах, которые буду использовать. Но значение менять не буду, останется заводское. Вот этот канал первоначально хотел использовать, канал номер один, желто-черный провод, но потом передумал. Поэтому тут галочку сначала поставил, потом зачеркнул. Использовать его не буду. Управление поворотами. Есть силовое управление, предусматривает два провода, желто-черный и желто-зеленый провод. В предыдущем видео я подключал именно эти провода к проводам автомобиля. Кто не смотрел видео, рекомендую посмотреть. Сегодня я решил пойти немного другим путем. Решил сэкономить на одном проводе. То есть, я хочу подключать не два провода, а один. Поэтому выбрал в таблице программирования доп.канал номер 3, желто-белый провод, как импульсное управление световыми сигналами. И этот провод подключил к кнопке аварийки. То есть, мне необходимо будет этот канал перепрограммировать как импульсное управление световыми сигналами. Поставил здесь галочку. Далее. В автомобиле установлено газовое оборудование и блокировка от старой сигнализации была задействована на бензонасос. Но все знают, что когда работает газовое оборудование, блокируя или не блокируя бензонасос, машина все равно уже не заглохнет. Поэтому мне необходимо было найти вторую блокировку. Я ее нашел и на вторую блокировку решил задействовать встроенное реле сигнализации, а именно канал номер 7. Вот тот разъем, который идет на силовое управление центральными замками. Зеленый провод и зелено-черный провод решил использовать как нормально замкнутую блокировку. Чтоб она начала работать, мне необходимо вот этот канал номер 7 перепрограммировать. Выбрать параметр гибкое программирование и в этом параметре написать программку, при которой будет работать данный выход. Основные пункты я вам показал, что необходимо перепрограммировать. Ну что, проверим программатор в деле и посмотрим, на что он способен. Итак, я отключил приема передатчик от сигнализации и подключаю программатор к microUSB разъему. И подключаю сам программатор к разъему, который шел на антенну. Я подключил разъем, теперь открываю программку Starline Master. Вот она теперь сканирует, ищет. Вот программка нашла сигнализацию мою, теперь необходимо зайти в настройки устройства. Перемещаемся теперь вниз и смотрим, что нам нужно сделать. Режим работы выхода блокировки двигателя, черно-красный провод. Вот заводская установка нормально замкнутые контакты, мне необходимо перепрограммировать на нормально разъемкнутые. Поменяли значение. Желто-белый провод, канал номер 3. Необходимо на импульсное управление световыми сигналами его назначить. Отметили, выходим отсюда и теперь нужно найти канал номер 7. Вот он, канал номер 7, управление ЦЗ закрыть было. Меняем значение гибкое программирование и теперь необходимо настроить канал для работы. Видим, у нас тут сейчас ничего нет. Событие включения канала. Выбираем одно из событий. По программке мне нужно, чтобы этот канал размыкал свои контакты при включенном зажигании и когда автомобиль находится в охране. То есть, если вдруг злоумышленник залез в автомобиль, когда он находился в охране и включил зажигание, то чтобы автомобиль не завелся, нужно, чтобы контакты реле разомкнулись. Поэтому выбираем параметр события включения. Это у нас будет включение зажигания и необходимо создать условия, когда охрана включена. И также необходимо событие выключения настроить. То есть, чтобы этот канал у нас не постоянно был включенный после того, как залезли в салон, включили зажигание там. А чтобы он выключался, чтобы не происходило разряда аккумулятора, если вдруг там канал включился по каким-либо причинам и не выключился. Чтобы не разродился аккумулятор, необходимо его будет выключить. Настраиваем событие выключения. Это выключение зажигания. Если зажигание у нас выключили, мы выключили, то канал также выключился. Теперь необходимо выбрать длительность работы канала. Заводская установка здесь у нас находится нолик. Выставим длительность, бесконечность. Для этого вводим три девятки. У нас тут значок появился бесконечность. То есть, будет канал работать всегда, пока включено зажигание и включена охрана. Программку мы написали, датчик удара остается включен, контроль зоны дверей остается включен. Все, пишем готово. Теперь сохраняем всю информацию в нашу сигнализацию, в наше устройство. Все, настройка этих параметров готова. Можно теперь перейти на другую вкладку. Допустим, громкость сирены. Заводская установка маленькое значение, очень низкое. При постановке и снятии сигнализации с охраны у нас практически не раздаются сигналы подтверждения постановки и подтверждения снятия. Поэтому, чтобы мы эти сигналы слышали, надо ползунок передвинуть на максимальное значение. По-моему, 9. То есть, теперь у нас при постановке снятия будут раздаваться звуковые сигналы. Измененную настройку также необходимо сохранить в устройство. Настройка на данном этапе завершена. Можно отключить и все проверить. Если у вас нет такого программатора, то запрограммировать сигнализацию можно с помощью кнопки валет и двухстороннего брелка. Данный способ я показывал у себя на канале, можете зайти посмотреть. Отключаем программатор и проверяем работу сигнализации. Для этого необходимо подключить приемопередающую антенну. Все, волькнул. Итак, я приступил к проверке настроек сигнализации. Сейчас автомобиль находится в охране. Нажимаю вторую кнопку, снимаю с охраны. Раздалось два звуковых сигнала. Вторая настройка была, это моргание поворотными огнями. Силовую цепь я не подключал, то есть не использовал, а подключил слаботочную цепь к кнопке аварийки и назначил дополнительный канал на импульсное управление поворотами. Как видим, при постановке при снятии с охраны, а также в режиме тревоги происходит моргание поворотных огней. Проверяем, смотрим. Автомобиль моргнул поворотами при постановке в охрану. Снимаем с охраны, также два раза моргнул. Как видим, вторая функция тоже работает. Третья функция, то что менял, это две блокировки. Одна блокировка я переназначил как на нормально разомкнутые контакты. И вторая блокировка, это назначил канал, который был ранее запрограммирован на закрывание центральных замков. Я использовал внутренние реле сигнализации на блокировку. То есть сейчас предлагаю проверить, блокируется автомобиль или нет. Первоначально проверяем, заводится он у нас или не заводится. Потом ставим автомобиль в охрану и проверяем повторно, запускается двигатель или нет. Я вам говорил, что в автомобиле установлено еще газовое оборудование, а старая сигнализация блокировала бензонасос. То есть, когда автомобиль работает на газу, либо его принудительно, если завести с подачей газа, то блокировка цепи бензонасоса не приводит к оглушению двигателя. Поэтому я нашел вторую блокировку, которая будет оглушить автомобиль, когда он может работать на газу. Так, ну проверяем изначально, заводится или нет. Вот автомобиль завелся, никаких ошибок на приборной панели у нас не светится, только состояние открытых дверей, вот я поморгал и ручника. Глушим, ставим автомобиль в охрану. Так, вот он нам сказал, что у нас открытая дверь, показал, что дверь открыта. Светодиодик моргает, показывает, что сигнализация находится в охране. Сейчас я включу зажигание, соответственно, сирена начнет кричать, и в этот момент я попытаюсь завести автомобиль. Как видим, автомобиль не заводится. Вторая блокировка помимо работы на бензине, блокирует работу на газу. Поэтому, если вдруг автомобиль будут угонять, и у вас остался брелок, то если включить режим антиугон, то автомобиль у вас заглушится дистанционно. Так, ну в принципе все. Основные настройки настроены. Осталось приклеить антенку на лобовое стекло и настроить датчик удара. Сложного ничего нет в настройке. Все делаем по инструкции. Программка Starline Master помогает нам это все настроить. Программатор упрощает задачу по настройке сигнализации. Кто не успел его приобрести, то приобретайте. На сегодня все. Буду заканчивать свое видео. Кто не успел подписаться, подписывайтесь на канал. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. А я и дальше буду стараться снимать для вас интересные и полезные видео. На сегодня все. Пока. До новых встреч.